Эстетика в разрезе с Ольгой Засеевой Виталий Головач, пластический хирург, руководитель службы пластической хирургии, клиники Здоровье 365 Виталий, я очень рада видеть тебя снова в Москве на нашем Moscow Breast Meeting Ты же наблюдаешь за этим нашим проектом, расскажи мне, какое у тебя мнение, как он развивается, и что бы ты отметил такого интересного в этом году? Во-первых, мне безумно приятно видеть тебя, видеть всю команду, команду профессионалов, которые очень много трудились и создали прекрасное мероприятие, которое никого не оставляет равнодушными И даже сейчас мы видим, что полный зал, это больше 250 человек, ну так, навскидку, это здорово Но мы знакомы ведь очень давно, то есть уже больше 30 лет, я просто вижу, как развивается биоконцепт, как развивается клавермет Мне безумно приятно, что я могу к этому приобщиться Спасибо большое, но мне очень приятно, что мы развиваемся, конечно, вместе с вами Всю профессиональную информацию мы черпаем от вас, и это позволяет нам вот как-то выбирать правильное направление Благодаря, ну, наверное, уникальному такому запозданию в том, что к нам пришла пластическая реконструктивная хирургия Мы развиваемся своим индивидуальным путём В то время как в Америке идёт чёткое разделение на хирургов, реконструктивных хирургов И там как бы идёт командная работа Что ты считаешь, какой вариант более интересный, более привлекательный с точки зрения профессионализма И какие он накладывает требования на сегодняшний момент на специалиста? Наверное, я себя в большей степени отнёс бы к эстетическим хирургам, а не к реконструктивным Хотя в начале своей деятельности, безусловно, я занимался в большей степени реконструкциями Наверное, эстетическая хирургия накладывает более жёсткие требования на хирурга Именно в достижении результата И учитывая то, что наши пациенты становятся с каждым годом всё более требовательными Имеют больше информации, они требуют более высоких результатов В мире мы, вот как ты считаешь, наш уровень хирургических подходов и хирургических техник Мы соответствуем, мы впереди, мы на таком же уровне Я считаю, что мы не уступаем однозначно Благодаря вашим усилиям, да, мы имеем возможность общаться с прекрасными лекторами Мы имеем всю последнюю информацию Я думаю, что мы даже более ускоренно развиваемся Потому что мы сразу получили хорошую литературу Хорошую видеоподдержку И особенно молодым хирургам я сейчас завидую Потому что им не надо читать всерокопированные книги Они могут всё получить из первых рук И это здорово Эстетика в разрезе Я как врач общей практики Мы всегда считали, что самое лучшее, естественно, находится в Москве Самые лучшие технологии, оборудование, специалисты, они все стремятся в Москву Ты долгие годы проработал в клинике, которая, наверное, можно смело сказать Была топовой на территории России Как это происходит сейчас? Потому что мы все привыкли к некоторой централизации Сейчас я вижу, идёт децентрализация И сейчас пациент может... Ему не обязательно идти в Москву, в Санкт-Петербург Или там ещё за границу Для того, чтобы сделать какую-либо операцию пластическую Вот скажи мне, пожалуйста, твоё мнение Как развиваются регионы? Мы уже говорили о том, что появилась возможность получить хорошее образование Хорошую поддержку информационную Поэтому хирурги, которые работают на периферии Я себя тоже отношу к периферийным хирургам Мы не отрезаны от информативного поля Все тенденции развития, в общем-то, они в наших городах развиваются Точно так же, как в Москве Первое своё знакомство с эстетической хирургией, с пластической хирургией Я получил именно в Москве, на Ольховке Но это было очень давно, сейчас нет такой необходимости ехать в Москву Можно было съездить за рубеж, поучиться, посмотреть работы выдающихся хирургов Надо отдать должное руководителю клиники, в которой начал работать Сергею Мадельману, который сделал ставку именно на образование хирургов Он приглашал великолепных лекторов И, наверное, первые конгрессы или семинары обучающие, так как назовём Они проходили во Екатеринбурге, привлекали огромное количество людей Насколько пациент влияет на ту операцию, которую он запрашивает у доктора Если мы возьмём, например, Америку, возьмём Лос-Анджелес Все берут какие-то примеры голливудских звёзд, приносят эти фотографии Говорят, вот мы хотим быть похожи на Анжелину Джоли или ещё на кого-нибудь Как себя ведёт глобально российский пациент И как себя ведёт пациент уральский У него есть какие-то специальные запросы, которые его отличали бы от всех остальных? Скорее всего, я бы не выделил какой-то разницы между пациентами Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга У всех одно желание получить идеальный результат и без обмана Сейчас пациенты могут мониторить рынок, они видят отзывы Хотя часто мы сталкиваемся с тем, что эти отзывы написаны по заказу В любом случае они составляют своё мнение, они могут получить несколько консультаций, посетить разных хирургов и сделать свой выбор А наша задача, ну, как я вижу, свою задачу, это честно объяснить пациенту, что ты можешь получить, чем ты можешь ему помочь К счастью, мы не спасаем жизнь Ну, это как сказать? Это как сказать? Вы меняете внешность, вы меняете эмоциональный настрой пациента Очень многие, я не знаю, наверное, ты это точно знаешь лучше, чем мы Но то, что мы слышим, самооценка возрастает там в 90% случаев из 100, если не больше И это даёт возможность людям найти новую работу, новые увлечения, создать семью Сегодня, мне кажется, мы достигли такого уровня, когда не только физическое здоровье имеет большое значение, но и ментальное Без сомнений Без сомнений, да Но, тем не менее, это не неотложная хирургия И мы можем более внимательно относиться и к пожеланиям пациента И понимать, чем мы можем ему помочь, а чего мы сделать не сможем Потому что получить несчастного, неудовлетворённого пациента, наверное, тоже большая проблема Как так получилось, что твоя любовь началась с молочной железы, с груди И вдруг она поднялась выше, и в основном ты сейчас делаешь операции, омолаживающие операции на лице Это с чем связано? Если начинается эволюция, то, безусловно, в самом начале пути больше было посвящено хирургии молочной железы Ну, может быть, казалось, что это проще Да, и потом потихоньку начал осваивать лицо в ринопластике Учитывая то, что я лорд по первичному образованию Как-то вот лицо мне тоже было очень близко Больше внимания уделяю именно хирургии лица Но не оставляю и хирургию молочной железы Что мне тоже очень нравится Ты отказываешь в операциях пациентам или нет? Или если отказываешь, то условно там так Двум из десяти я отказываю, потому что и почему? Нет, ну, безусловно, отказываю Если я вижу, что у пациента есть завышенные пожелания Я вижу, что я не смогу удовлетворить То, скорее всего, я откажу этому пациенту Меня поразило, когда я только начинала работать больше 20 лет Меня поразило то, что я вообще не с докторами Они мне говорили, нет, вот мы слушаем, что нам говорит пациент Мы ему это обещаем, потому что мы не хотим потерять пациента Потому что потеря пациента – это потеря денег Для меня это было немножко странно Потому что я, как пульмонолог, слабо могу себе представить Что пациент, который пришел ко мне с какой-то своей проблемой пульмонологической Может диктовать мне, какое я должна назначить лечение Какой алгоритм лечения или, так сказать, алгоритм поведения И все такое прочее Понятное дело, что врач выступает абсолютным авторитетом В пластической хирургии, особенно в эстетической хирургии Почему-то очень часто я слышу, особенно от молодежи Что они идут на поводу у пациентов Вот твое отношение к этому Ты, когда отказываешь, это значит, что ты не идешь на поводу у пациента Однозначно я не иду на поводу у пациента Может быть, мне проще У меня большой опыт Я понимаю, какие могут быть проблемы Я могу прогнозировать ожидаемый результат И мне проще отказать молодым хирургам Наверное, сложнее в этом плане Потому что хочется практики Хочется больше успешных операций И недостаточно опыта для того, чтобы оценить все потенциальные риски Какой прорыв в эстетической хирургии случился за последние 5 лет Что ты считаешь наиболее значимым? Я бы говорил о ринопластике Здесь очень много тенденций И презервейшн ринопласти И летдаун, и пушдаун Хотя это все давно забытое старое Но, тем не менее, здесь очень интересные хирурги появились И если раньше мы были ориентированы на хирургов Соединенных Штатов То сейчас очень активно выходят вперед Турецкие хирурги, показывают прекрасные результаты Да, 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 да Это, в общем, турки как-то просто прыгнули куда-то вверх То, что касается общих подходов Наверное, появление новых имплантатов Но здесь я достаточно осторожен Я люблю посмотреть Здесь с чем это связано? Потому что, ну, понятное дело, что это индустрия Это маркетинг Навряд ли бы любая компания спорила И, скажем, пыталась бы уничтожить свой имидж Предлагая какой-то новый продукт Который может быть неэффективным То есть ты считаешь А сколько нужно посмотреть на новые импланты? Это сейчас тенденция, понимаешь? Я честно хочу сказать, что Поскольку мы представляем на российском рынке Американскую компанию Я, безусловно, изучаю рынок Американский рынок пластической хирургии И он весь физрастворные импланты в основном был Да, сейчас он двигается в сторону силиконовых имплантов Но в основном это физрастворные импланты И гладкие импланты Европа почему-то была за текстуру Для меня это те же самые гладкие импланты Которые давно-давно-давно То есть это не что-то такое Это новая технология текстурирования имплантов Но они все равно приближаются к гладким имплантам Поэтому это не то, чтобы такое что-то сверхновое Я соглашусь Для меня это лишь маркетинговый ход Я живу по принципу Если в твоих руках это работает хорошо Для чего это менять? Если ты получаешь стабильный результат Да, мы очень давно Я уже даже не представлю сколько лет Мы работаем с ментором Великолепные имплантаты Ну больше 22 точно Это точно Потому что мы как раз 22 года назад Их зарегистрировали Хотя, конечно, как хирургу Мне интересно попробовать что-то новое По крайней мере, я не вижу для себя Какого-то повода, который бы толкнул меня Уйти от ментора Перейти на какие-то другие имплантаты Хотя я пробовал все Но ментор мне нравится Эстетика в разрезе С Ольгой Засимой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова